Здравствуйте дорогие товарищи! Как я рад что мы снова на связи. У нас возникла связь определенная. Я ее чувствую, я ее осязаю, я ее потребляю. Ну да, благодарю вас за это все. За то, что вы материально поддержите канал, за то, что пишите комментарии, за то, что мы с вами обсуждаем замечательную музыку 20-го и 21-го веков. Самую лучшую музыку. Плохой музыке я не показываю, если можно музыку показать вообще. А можно на самом деле. Берешь пластинку и показываешь. Вот прекрасная музыка группы The Fall. В 1985 год по-моему это Впрочем, какая разница. Ну где-то да, где-то в 85-й. This National Save and Grace называется альбом и он считается у так называемых критиков, у музыковедов, у тех кто просто слушает музыку, у меломанов, то бишь одним из лучших. И вообще период середины 80-х у The Fall многие считают лучшим периодом. Мне он тоже нравится, но мне также нравится и период 90-х годов группы The Fall, а также нравится и конец 70-х и начало 80-х. То есть в принципе мне все нравится у группы The Fall, за исключением тех пластинок, которые вообще невозможно слушать. Дискография The Fall вполне приличная. Это значит то, что количество альбомов сосчитать невозможно. В силу того, что каждый год выходят новые пластинки The Fall, названий которых нет нигде. Ни World Music Guide, ни тем более уж в Википедии, ни в каких справочниках, книгах, потому что книги уже изданы, а пластинки предложат выходить. Хотя группа уже не существует довольно давно. Ну, такая интересная история. Я прихожу в магазин, вижу там две новых пластинки The Fall. Прихожу домой, начинаю искать в разных источниках, что это за альбом. Нигде нет ничего. И спустя какое-то время только какие-то статьи отдельные, таких же абсолютно упоротых любителей музыки, вроде меня, какие-то заметочки. Вот эта пластинка The Fall, она очень интересна или не интересна, но кто-то ее уже держал в руках и слушал. Уже, значит, я не один такой. В общем, очень много пластинок. Это я рассказываю тем, кто не знает, что такое The Fall. Состав группы менялся несколько раз, а конкретно 58. 58 раз менялся состав. Больше 60 музыкантов прошло через группу The Fall. Один и единственный человек, который с первого до последнего альбома существовал в группе The Fall, это Марк и Смит. Человек, который все сочиняет, сочинял, все исполнял и все пел. Самый главный человек в группе The Fall, Марк и Смит. Марк Смит, можно так говорить, букву И можно убрать. Я так думаю. Музыка очень интересная. Она может быть и какофоничной абсолютно, может быть и дискотечной. Под нее можно даже танцевать иногда при благоприятном стечении обстоятельств. А можно просто рубиться, сидеть на диване и, выпучив глаза, внимать какофоническому звучанию атональному музыканту группы The Fall и пению Марка Смита, у которого нет музыкального слуха, не было в смысле, и голоса. Но это не мешало ему быть настоящим таким ключевым британским рок-музыкантом и выпустить невероятное количество пластинок, которые слушают все интересно. Это настоящая рок-музыка. Что касается вот этого This National Saint Grace, как я уже говорил, одного из лучших альбомов, как говорят критики. В какой-то степени им можно верить, наверное. Он, наверное, один для слушателя такого непредвзятого, который не погружался в музыку The Fall, не слушал все, там, ну хотя бы даже там, ну там 25 альбомов даже, он не слышал, если, хотя их больше, естественно, то эта пластинка, она вполне такая слушабельная. При нее говорят, что Марк Смит здесь находился одновременно и в поп-музыке, и вне поп-музыке совершенно. Вот такая, такой перекрестный, перекрестие прицела. Вот этот альбом, да. Ну, если начать слушать, если начать, если слушать вот так вот, первую вещь на первой стороне и последнюю на первой стороне. Mansion первое полотно, инструментал вообще, просто инструментальная музыка, очень крепкие музыканты играют что-то такое серьезное, я бы сказал даже, хотя и коротенько, громко, жестко, ритмично, но что-то такое интересное. А последняя вещь, она, это просто LA с незатейливым текстом, LA много раз повторяется и еще несколько слов Марк Смит произносит. Ну, такая танцевальная, даже танцевальная, с сумасшедшенькой, с авангардинкой немножко, но вполне бывает, да, такая интересная танцевальная, сумасшедшая штука. Гораздо, она гораздо более естественно, чем, там, песни Каптана Бифхарта, например. Вполне, да. И если послушать вот эти две песни, соответственно, Mansion и LA, то может сложить впечатление, что The Fall – это такая же нормальная поп-группа, ну, типа Joy Division, да, такая нормальная, легенькая поп-группа. Но не все так просто. Кстати говоря, я продюсировал Джон Ликки. Это Власенко. А Джон Ликки, вы знаете, кто такой. Это один из величайших продюсеров, который занимался рок-музыкой. Человек, который записывал и Pink Floyd, и Джорджа Харрисона, и Пола Маккартни, и XTC, и The Stone Roses, и Radiohead, и Simple Minds, и кого он только не записывал. У него послужной список такой, я не знаю, гигантский совершенно. То есть очень умный человек, очень опытный, много слышал, много знает, все умеет абсолютно. И он очень положительно отзывался. Он писал три альбома, The Fall, в том числе и этот. И очень положительно отзывался и о группе, и о Марке Смите. Хотя, опять-таки непредвзятый слушатель подумает, что это полные шизофреники. И музыканты все, и, собственно, сам Марк Смит, который поет здесь. Что это полные безумцы, негодяи, наркоманы, алкоголики, растлители, расчленители, людоеды и хиппи, и панки все вместе. Но Лики говорил, что очень хорошо с ними было работать. Песни отрепетированные. Некоторые не отрепетированные, если не получалось, их сразу отбрасывали, занимались другой песней. Но все очень деловито, компактно. И Марк Смит все контролировал, все, так сказать, давал наставление, где что, прекрасно ориентируясь в собственных песнях, что не всегда бывает, на самом деле. Бывает, что человек приходит в студию с песней и вообще понятия не имеет, как она должна звучать, как ее аранжировать, где там, где там, что играть, и все в таком роде. И продюсер тогда садится и начинает писать аранжировку. И придумывать партии лидер гитары, придумывать партии барабанов, вот это все. И переписывать текст еще заодно, менять гармонию и мелодию. И тогда получаются хорошие песни. Нет, здесь все было не так. Вот. При всем безумии, почему я об этом говорил, при всем безумии всех остальных песен, в леки говорил, что это вот такая группа отличная. Ну, в общем, после меншин, вот этого инструментала первого, начинается произведение бомбаст. Как и большинство песен здесь. На одном ритмическом рисунке, на одном рифике и максимум на двух аккордах. Больше не надо. Чаще на одном. Пение Смита. Жесткие гитары с обработкой, конечно. Леки там все подчистил, подобработал. И вообще, такой достаточно приличный звук, я бы сказал. Ну, вот хочется сказать попсовый, но он не попсовый, да, потому что он одновременно и в попе, и вне попы. Попа. Да. Ну, конечно, ну какой попсовый? Нет, это настоящее искусство, настоящее творение. Это я не иронизирую совершенно серьезно. В общем, этот бомбаст бомбит просто так по-настоящему. И понимаешь, что это вам не Джей Дивижн. Это так, такая. Ребята серьезные. После бомбаста Барми пьеса потрясающая совершенно. Со сменой гармонии, со сменой темпа, со сменой музыкального пространства. Какая-то вроде начинается как бомбаст, такая же безумная. И понимаешь, что Джон Леки записывал пластинку медал группы Pink Floyd. Наверняка там руку приложил, посоветовал Смиту, как здесь сделать вот это неожиданные вот эти штуки. Это не просто неожиданные, а это большие фрагменты этой песни бомбаста, не бомбаста, барми. Несколько раз смена вот этого пространства происходит. Очень интересно. А говорят постпанк, постпанк, ничего не умеет, ничего не умеет. Все умеет, все знают, все хорошо. Ну, What I Need, следующий номер, это уже попроще. Это уже зажигалово, танцевальный ритм, хотя до дискотеки здесь как до луны, конечно. В хорошем смысле этого слова. Дискотека внизу, а мы на луне находимся. И вот это What You Need орет все время. Марк Смит, очень здорово. На гитаре здесь играет его жена, кстати, да, Брикс Смит, если кому интересно. Очень хорошо играет, начинается жесткий звук, такой, не то чтобы рокобильный, но отсылающий нас к звуку группы Shadows, например. Такой, но заобработанный, жесткий и подгруженный, как надо такой. Ну, партии хорошие, конкретные, нот немного, все слышно, все понятно. Spoiled Victoria and Child. Достаточно сумасшедший номер, в духе абсолютно дефол, просто такой вот, как надо, все как надо. А на второй стороне самое, наверное, замечательное. Ну, во-первых, Paint Walk, песня, которая основана на сне Марка Смита. Ему что-то такое приснилось, и он пересказывает этот свой сон, причем пересказывает очень интересно. Начинается с акустической гитары, все неожиданно, хотя пластинка электрическая, вся жесткая, постпанк, как говорят. Мне-то все равно, как его называют. А здесь вдруг такая акустика, причем такой легкий какой-то, вот, не Нестроевич, а такая обработочка, такая легкая расстроечка идет. И очень приятно звучит, хорошо. Хотя тут диссонансов, будьте нате, сколько на этом альбоме. И не то, что диссонансы, потому что гитара расстроена, как там один московский музыкант говорит, а, они не умеют гитару настроить, у них все фальшиво. Нет, нет, все не фальшиво, все нормально, все все тютелька в тютельку. Ну, просто диссонансы, когда малая секунда там берется, да, вместо там, вместо квинты, например. Неожиданно, вот так вот, бац, очень интересно слушается, да. Ну, вот это самый Pointwork, вот эта акустика, опять текст Смита в гитаре, и потом вырастает, вырастает, вырастает плотность, и такое ощущение, что какая-то другая песня уже идет. Ну, сон, сон эта штука такая, да, в нем много чего происходит, и какая-то другая песня уже идет, и хочется посмотреть, а то ли это вообще, то ли это номер, то ли это дорожка на граниловой пластинке. Да, да, все тот же Pointwork, фигачит, очень круто. Ну, и, конечно, грандиозное полотно А.М. Дама Сузуки, Я Дама Сузуки, посвящение любимейшему певцу Марка Смита Дамо Сузуки, и прямая отсылка к группе Кэн. Если кто любит Кэн, то надо начинать прямо с этой песни. Предпоследняя на второй стороне А.М. Дама Сузуки. Дама Сузуки приходил на концерт как-то группа The Fall в 90-е годы, когда он уже не пел в группе Кэн. Ему жутко понравилось выступление The Fall. Он с Марком Смитом пообщался, Смит сказал, что Дама замечательный парень, очень классный, с ним очень интересно, и он точно такой же, каким я себе его представлял, слушая Кэн, сказал Марк Смит. В общем, они подружились, и эта песня ох какая, вот для любителей Кэн это все хорошо. Конечно, ударные не такие, как в Кэн, но пытаются играть так же. Пытаются. Вырастает громкость, три аккорда нисходящих, и барабанный риф всю дорогу молотит, и он все громче, 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 и к финалу просто разрастается с мощью Джинджера Бейкера, наверное, уже такой. Ну и Смит поет о своей любви к Дамо Сузуки, и к ненависти, и о ненависти ко всем подонкам, которые его окружают со всех сторон. В общем, очень интересная песня. И заканчивается пластинка, ну, я не отразил, то есть кайф еще трех песен, двух песен на второй стороне, но последняя вещь, она коротенькая, но она настолько психоделична. И Джон Лейки, конечно, постарался, и Марк Смит тоже не последний человек. И они наваяли такое грандиозное полотно, что, ну, можно и с Хоквинт сравнить, и с кем угодно еще из грандов психоделического британского рока. В общем, такое неожиданно для The Fall, такая мощь. В общем, музыка более-менее прозрачная, в принципе, в большей части у вас. Здесь такая плотность, такой накат. В общем, ребята, эта штука очень интересная, но предупреждаю, что она не для слабонервных, конечно. Так что я пошел пить. Пока.